Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 6 мая. 6 мая в Грузии праздник не только религиозный, но и государственный. Это день Святого Георгия. Святой Георгий считается покровителем Грузии, как и Англии, как и Каталонии, но в Грузии все-таки пораньше. И поэтому, в общем-то, этот день, конечно же, особо чтимый в Грузии. Но кроме всего прочего, 6 мая это день революции рос в Аджарии. День, когда удалось, в общем-то, избавиться от власти диктатора, в прямом смысле этого слова, Астана Абашидзе, который был правил в Аджарии 13 лет и 13 дней. Тоже очень символичная цифра. Вы знаете, у меня часто спрашивают, почему вот грузинский народ не сверкает власть, не меняет власть и так далее. Власть можно заменить двумя путями. Первый путь – это путь выбора в демократическом государстве. И этот путь вполне возможен в Грузии, однако для этого должна быть политическая сила, которая просто приведет избирателя Кофельма. Смотрите, такой политической силой в 2012 году оказалась грузинская мечта. И такой политической силы пока в Грузии нет. Давайте будем объективными. Несмотря на то, что грузинская мечта, да, фальсифицирует выбор. Да, мы несовершенная демократия. Но я абсолютно уверен в том, что если бы на избирательные участки пришло бы 70 процентов населения Грузии, а не 50, как сейчас, то власть бы обязательно сменилась. Почему этого не получается – это вопрос к нашей оппозиции, к ее работе, к ее профессионализму и так далее. Мы не демократия, мы недодемократия. Потому что нельзя быть немножко беременным, нельзя быть немножко демократией. Это понятно. Есть второй путь – путь революции, который был вот 6 мая именно 2004 года в Аджарии. И вы знаете, я не буду мудрствовать лукаво, я вам просто прочту главу из моих очерков по истории современной Грузии, Миша и его команда. Они были написаны еще в 2009 году, но если я по ходу чтения буду замечать какие-то, сейчас что изменилось в моем мировосприятии, то я буду об этом говорить. 6 мая 2004 года в Батуме были счастливы все, ну или почти все, за исключением тех, кто был непосредственно связан с властью Аслана Башидзе. Аслана Башидзе за время своего правления успел изрядно поднадоесть людям. И когда самолет уносил его в сторону столицы северного соседа, его, кстати, увез никто иной, как Игорь Иванов, тогда он был уже секретарем Саббеза России. Наверняка он думал о том, что, ну вот как так получилось, как он, человек при одном имени которого люди принимали почтительное выражение лица и слово которого было, в общем-то, законом для всех, не сумел удержать власть. Но наверняка он еще думал о том, что он очень сильно устал. Устал от терпет, которые на него навалились. Еще летом 2003 года он потерял жену, и не просто жену, она была очень близким ему человеком. Схородичная церкома убила Магули Гугитидзе, это было, так звали, жену Аслана, буквально за несколько недель. А впереди были парламентские выборы. Наверное, самые важные выборы в его жизни. Машина запущенная уже давно работала, предвыборная инфраструктура была создана, региональные отделения получали деньги. В целом все шло своим чередом, по накатанной. И если бы не досадная провокация со стороны маргинальных в то время националов партии Михаила Саакашвили, Союз Возрождения вполне мог бы рассчитывать на очень серьезный результат на выборах. Понятно почему. Шевернадзе тоже всем надоел. Но, как только по всем общенациональным каналам телевидения Грузии были показаны кадры жестокого избиения на улицах Батуми националов, только за то, что они посмели пройти по улице, где располагался Верховный Совет Аджалии, даже те сторонники Абашидзе, которые видели в лидере Аджалия серьезную альтернативу на абсолютной ботинской власти Шевернадзе, задумались о том, чем им грозит воцарение Аджерского льва в Грузии. С этого момента рейтинг национального движения рос, прямо пропорционально падению рейтинга Союза Возрождения. Ситуация, сложившаяся после выборов, правда позволила Астану Абашидзе на время почувствовать себя главным игроком в грузинской политической сцене. Еще бы сам старый лис Эдуард Шевернадзе приехал к нему на поклон. Его давний-давний противник и приехал предлагать власть старому противнику. Это победа же была. Уже после многие будут говорить, что Шевернадзе подставил Аслана. Но тогда действие разворачивающее себя грузинское публика выглядело совсем иначе. В начале 90-х Грузию можно было смело включать в книгу рекордов Гиннеса по числу политических партий на душу населения. Ситуация мало изменилась и 10 лет спустя, да и сейчас мало изменилась, честно говоря. Однако не всем политическим партиям было под силу вывести людей на улицу. В 2003 году реально собрать многотысячный митинг могли только две политические силы. Среди них не было правящего союза возрождения. Зато было единое национальное движение Саакашвили и союз возрождения Абашидзе. Правда, Абашидзе собирал бюджетников и свой административный ресурс, но он мог его собрать. Шевернадзе свой административный ресурс на митинг в то время собрать уже не мог. В принципе, Абашидзе начал наглядно демонстрировать Шевернадзе свою силу. Собрал огромный митинг возле Батумского университета. Там Шевернадзе и Абашидзе уже не как президент и глава региона, а уже как глава государства и его преемник сидели в креслах. Тысячи экзальтированных людей размахивали синими флагами то ли партии, то ли региона. Кстати, флаги партии от флага региона отличались только количеством желтых звезд. И в едином порыве скандировали бабу-бабу, дедушка-бабу. На грузинском бабу это дедушка. И хотя Эдуарда Абросевича в узких чиновничьих руках тоже называли дедушкой, кому именно из двух дедушек предназначались эти восторженные крики, понять было несложно. Были ли искренне эти люди в своем восторге? Вы знаете, я скажу, что да. На протяжении многих лет Аслана Башидзе для них был символом мира и стабильности. Там, где они живут. За это время, за этот мир и стабильность, за это болото, они были готовы простить своему вождю все. Хотя пройдет совсем немного времени и практически на том же месте соберется другой митинг. Митинг с требованием ухода Аслана Башидзе. Но в тот день глава Аджари с полным основанием Бог чувствует себя триумфатором. Конечно, решение направить своих людей на альтернативный митинг в Тбилиси было крупной политической ошибкой Аслана. И дело даже не в том, что большинство из приехавших тогда в Тбилиси совсем не горели желанием стоять на холодном продуваемом всеми ветрами проспекте Руставели. Оказавшись в Тбилиси, сторонники Аслана ощутились ситуацией аналогичной русской армии, взявшей Париж. Встречаясь со своими дверейскими друзьями и родственниками, тратя командировочные, а им выдавали 20 лар выдавали, кстати. И тогда это были достаточно нормальные деньги, на них можно было неплохо поесть. Ну, если не в ресторане, то в любой хинкальной, на той же Вильяминовской, вот там, где находится знаменитая хинкальная, совсем недалеко от проспекта Руставели, через площадь. Ну и, соответственно, значит, деньги были и они просто-напросто сбегали с этого митинга. И тут произошел очень важный момент. Встречаясь с тбилисцами, они пропитывались революционным духом. Они же разговаривали, они говорили о том, что надо все менять и так далее. Люди, в основном молодежь, видели реально другой мир. Да, тоже была разруха, да, тоже ничего не было, но в этом мире не было бабу. В этом мире не было вождя, которому нужно поклоняться. Это был мир полный идей свободы. Это было очень здорово, это очень действовало на людей. Многие все еще стояли на митинге, значит, кричали бабу, кричали лозунги другие, лозунги союза возрождения. Ну, боялись потерять работу, это понятно, но всегда были уже другие люди. А спустя несколько дней они вернутся в Батуми с горящими от восторга глазами и начнут рассказывать, как там было все на празднике революции. А вот для Аслана наступят черные времена. То, что Аслан вряд ли сумеет остаться на своем посту при новом президенте Грузии, понимали, в общем-то, все. Весь вопрос был в том, как уйдет Аслан и удастся ли избежать кровопринятия. На протяжении многих лет краеугольным камнем обоснования существования режима Абашидзе было то обстоятельство, что он представлял лучшую альтернативу твилистской власти. Событие в ноябре 2003 года революцировалось, оно все перевернуло, все стало совсем по-другому. Сопротивление началось в буквальном смысле снизу, спонтанно, уже в декабре 2003 года. На некоторых домах в приморском поселке Гонио, если вы были в Грузии, отдыхали в Батуми, наверняка знаете, прекрасные там пляжи, появились первые флаги национального движения. Это сейчас государственный флаг Грузии, кстати. Вот тот самый, с пяти хрестами красными. И вы знаете, что полиция, да, их срывала. Но флаги появлялись снова и снова. Уже в декабре 2003 года была создана общественная организация «Наша Аджария», куда вошли представители национального движения, республиканской партии и христианско-демократической партии, а также практически все оппозиционные Аслану – люди, которых он все это время, время своего правления, вытеснял в Тбилиси. То есть, понятно, они просто пришли… Кстати, это было в… Собрание было в офисе… Собрание было в гостинице «Аджара», «Аджария». Сейчас где… Видите, что там за гостиницей-то? Холидейн не находится сейчас. Тогда, конечно, никакого холидейна еще не было. А потом организация арендовала офис на проспекте Руставели в самом центре Тбилиси. Почему я очень хорошо это знаю? Потому что ваш покорный слуга был… Ну, возглавлял, скажем так, информационно-аналитическую службу, то есть, пиар, фактически, вот этой организации. Председателем движения стал Коба Хабаз и мой большой друг. Человек, который был в политике, если не с детства, то с очень-очень ранней молодости. Человек, который стал во время революции Аджарии национальным героем. Человек, которого зверски избили в октябре 2003 года. И, в общем-то, вы знаете, вот я сейчас отвлекаюсь от текста, сейчас говорю от себя, чтобы вы понимали. 6 мая в течение двух-трех лет после революции отмечались как два праздника. Во-первых, Георгоба. Ну, Георгоба – это понятно. А во-вторых, как день революции начали. Уже при Миша все меньше и меньше начали отмечать эти праздники. Потому что те, кто делали революцию, революция пожрала своих детей. Да, Коба был депутатом парламента, где-то там он был. Но по факту Коба и сейчас остается верным сторонником националовы Миши. Кстати, где сейчас Коба Хабази? Сейчас Коба Хабази воюет за Украину. И это вполне естественно, это вполне в его стиле. Хотя ему 55 лет. Он воюет за Украину. И это иначе быть не могло. И многие те, кто участвовали в той революции, сегодня воюют за Украину. Отвлеклись, давайте вернемся к тем временам. Ну, была такая квартира большая, четырехкомнатная квартира на проспекте Руставели. Прямо напротив памятнику коллективну Табидзе, если кто знает. И, ну, это был такой своеобразный политический клуб, куда приезжали все недовольные Башидзе люди. Коба, я, еще другие лидеры, которые были. Я не был лидером, я был клетком в данном случае. Мое дело было заниматься именно информацией, информационным обеспечением всего этого. В общем-то, все мы встречались с этими людьми, беседовали, записывали, понимая, что это очень важно. Важно знать настроение людей, важно знать настроение... Нам было важно знать настроение в каждом поселке, в каждом селе, в каждом квартале и на каждой улице Батуми. Я вам скажу, что во времени вот к 6 мая, а это очень непродолжительный период, это ведь с января началось. Мы действительно не просто знали, у нас были свои координаторы, свои люди, практически везде. Ну, создали такой альтернативный парламент Аджарии, Тарбази. Естественно, туда никто никого не избирал, но вот все, кто были там более или менее активны, все стали членами Дарбази. Дарбази был достаточно большой, там несколько сотен человек было. А возглавил его никто иной, как профессор философии Двилисского университета Михаил Махарадзе. И это был сигнал четкий всем оппозиционерам. Ребята, прошлое вообще не имеет значения. Главное, какую позицию вы займете сегодня. Вы знаете, какой был эффект? Потянулись, потянулись, ввелись и старые партийные кадры, и общественные деятели. Ну, например, Иосиф Химчайшвилин и непокойный класс был мужик на самом-то деле. По сути, вообще наша Аджария состояла из двух неравных частей. Одна часть была это политический клуб, где гости из Батуми ругали Аслана и мечтали о том времени, когда он будет изгнан. И небольшой, но слаженно работающий действительно команды, которая обрабатывала всю поступающую информацию. Очень скоро ячейки нашей Аджарии появились везде. От желающих быть координаторами данной организации, вот я координировал ячейки, поэтому я знаю это на собственном пути. А до боя не было. Приезжали и просили, можно я буду координатором. Но тогда ведь власть в Грузии состояла из двух частей. Вернее, из трех была еще команда Анинов Божьяназа, но она была небольшой, и для нее можно было не обращать внимания, что называется. Но вторая часть была достаточно большая, это команда Зураба Жвания. И естественно, они создали тоже свою организацию Демократическая Аджария. Там был во главе вице-спикер парламента Грузии Эдвард Сурманидзе. У них были очень серьезные корни в Аджарии, потому что все неправительственные организации, которые тогда действовали, они тогда, они создавались под патронажем при Шабарнадзе Зураба Жвания. И что получилось? Получилось то, что все филиалы фактически в регионе в Аджарии, а у всех организаций были филиалы, они подключились к этому. Я просто хочу, чтобы вы заметили просто, когда вы читаете Джина Шарпа, ребят, Джин Шарп описал общие какие-то эти самые. Читая Джина Шарпа, невозможно сделать революцию. Революция – это симбиоз, это совпадение очень многих факторов. И это нужно хорошо понимать. Ну вот, например, фактор того, что НГО было создано Зурабом Жвания. Это бывший премьер-министр, бывший спикер парламента, трагически погибший, к сожалению. Именно погибший. Когда вам скажут, что Зураба Жвания убили, это неправда. Он отравился газом. Как это ни печально. Но, опять-таки, я ухожу в сторону. Так вот, Эдвард Сурманидзе, он молодой, но он уже успел пройти все ступени чиновничьей иерархии. И он смотрелся куда более внушительно, чем фигура бородатого бунтаря Хабази. Хотя Хабази тогда был очень нужен. Потому что тогда нужно было поднимать народ. И если Эдвард посмотрит эту передачу, пусть не обижается, он очень классный функционер. Но он, конечно же, не революционер. Хотя обижаться на это не надо. По сути, я тоже не революционер. Я тоже в данном случае был в нашей Аджаре функционером. А вот Коба Хабази был именно революционером. Ну и вот, значит, естественно, две организации быстренько объединили под названием объединенная оппозиция нашей Аджаре. Но реального объединения так и не произошло. Шикарный офис был у демократической Аджаре. У нас была все еще вот эта большая квартира. В итоге, ну просто Коба сказал Миша, что неудобно. Эти туда не переходят. В итоге нам выделили здание на Хитогорово. Достаточно хороший офис, но мы там пробыли всего полтора месяца. В квартире мы просто физически не помещались. Кстати, было очень прикольно, когда проходили заседания правления, естественно, в нашем офисе, так как он считался офисом объединенной оппозиции. И когда на очень дорогих иномарках шумной толпой приезжало человек 12 из демократической Аджаре, была такая ухмылка пролетариев из нашей Аджаре, что мы приехали. Потому что сеть была у нас. Вот реальная сеть координаторов и активистов была у нас. А в самом регионе тогда происходили очень интересные события. Первым испытанием на прочность власти Аслана Абашидов стали выборы президента, состоявшиеся 5 мая 2004 года. До выборов, казалось бы, основная интрига в том, придет или не придет на избирательный участок сам Аслан Абашидов. Ведь от этого зависело будут или нет голосовать все остальные чиновники, да и бюджетники вообще. Аслан очень интересно поступил, он проголосовал. Но проголосовал за 15 минут до закрытия участка. Но что было интересно, знаете, тогда уже стало ясно, что народ на выборы пошел. Как раз таки в этот период выборов, 40 дней было у бабушки, я оказался в Батуми, я был в Батуми. И я видел, впервые видел очереди на избирательных участках. То есть батумцы пошли голосовать. И вы знаете что? Я знаю, за кого голосовали они. Перед самым закрытием тоже были очереди, но это были другие очереди. Это были очереди чиновников, которые вот старались угадать настроение хозяина. А утром стояли очень гордые и улыбающиеся люди, которые выбирали свое будущее. Так или иначе, политическая активность населения на выборах в Грузии показала, что власть Аслана Абашидзе далеко не так прочна, как могло показаться пару месяцев назад. Следующим испытанием для него стала инаугурация президента. Несмотря на то, что по просьбе Аслана Абашидзе визит Михаила Саакашвили в Батуми и парад был назначен с 10 часов утра на 7 часов утра, огромная толпа горожан с розами пришла на набережную приветствовать своего президента. Ну, понять мотивацию людей, в общем-то, можно, но смотрите, вот что заставило чудаковатого немного торговца с книгами в Аслана Абашидзе кричать на камеру Рустами-2 на французском языке. «Господа, у нас тут диктатура, господа, у нас тут средневековье». Многотысячную толпу, в общем-то, не сумели удержать за Аслана спецназовцев, и Миша вошел в нее как триумфатор. Но Аслану ничего не оставалось, как ретировался с места событий, потому что большого скопления людей он боял сам. В тот же день в регионе было объявлено чрезвычайное положение. История противостояния вообще властей с Аджарским любом – это история противостояния креативного напора и беспрецедентной наглости с чередой бесконечных ошибок и просчетов. Пример Аслана Абашидзе показывает, что любые деньги бесполезны, если у тебя неэффективная система управления. С каждым днем ситуация для Аслана и его сторонников ухудшалась. Грузия просто жила предвкушением возвращения Аджарии в конституционное поле. Именно в конституционное поле, потому что из Грузии, понятно, Аджария никуда и не уходила никогда. За время с января по май Аслана Абашидзе очень часто летал в Москву. И у него была только одна задача – вытарговать себе защиту от Белеси. Не получилось. Не получилось, потому что реально Аслана надоел ведь не только внутри страны, но и за рубежом, в общем-то. В Москве тоже капризный, непредсказуемый, клявшийся в дружбе к Кремлю. Он не мог предложить российскому руководству ничего из того, что его могло бы заинтересовать. Кроме всего прочего, конечно, то, что не было общих границ с Россией. И это делало, поджарив для России, чем-то вроде чемодана без ручки. Конечно, если бы это была современная Россия, естественно, там бы и кровь провела, и все что угодно сделали бы. Но тогда еще Путин хотел быть прогрессивным, поэтому, в общем-то, все закончилось так, как закончилось. Отдельная была история с Европой. Был такой Вальтер Швиммер европейских чиновников, если я не ошибаюсь, он возглавлял тогда ОБСЕ. Так вот, этого самого чиновника встретили митингом. И вот тут не выдержали нервы властей. Оппозиционеры были разгромлены и избиты, а офис нашей Аджарии разгромили, просто камни на камни, все оберебили, что было в офисе. А он был небольшой офис, в очень маленьком помещении он был. Правда, в центре Батуми. Многие участники митинга были арестованы. Реакция европейского чиновника, вот это тоже очень интересно, была более чем странной. Он заявил, что не видит вот это все. Когда он был в Батуми, все это происходило. И он заявил, что не видит особых проблем с соблюдением прав человека в Аджарии. Ну, правда, тут уже в официальной ТБСЕ очень резко отреагировал. Президент потребовал наказания виновных в избиении оппозиционеров и немедленного освобождения всех политзаключенных. И тогда, тогда же, я помню, мы пошли на телекомпанию имели, еще тогда Бадри Патагас Шевеля телекомпания была, Бадри тоже еще был жив. И молодой заместитель министра госбезопасности, кто бы вы думали, Гиги Угулала. Потом он будет мэром Тбилиси, потом, сейчас он тоже достаточно активная политическая фигура. Еще, кстати, вот тоже вопрос, ребята, стоит или не стоит приглашать политиков в передачу из Грузии, я точно могу это сделать. Того же Гиги Угулала, если это интересно, пишите в комментариях. И подписывайтесь, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, это важно для развития канала. Так вот, в результате этого, в общем-то, а, что сказал Гиги Угулала, товарищи, да увлекся. Гиги Угулала в эфире телекомпании «Имедий», на мой, кстати, вопрос о том, что делать с тем, что происходит. Батонуги. Как вы, власть, отреагируете на то, что оппозицию просто избивают и бросают в тюрьму в Аджарии. Впервые тогда это было произведено, он сказал, что режим Аслана Абашидзе должен закончиться. И все тогда поняли, что режим Аслана Абашидзе обязательно закончится. Следующим этапом противостояния была неудавшаяся попытка президента Грузии приехать в Батонию. Как раз в тот период это было, когда Аслана Абашидзе находился в Москве. Президента остановили на административной границе улики Чурлоки, пригрозив повинить силу, если кортеж продолжит движение. То есть вы можете себе представить уровень маразма. Президент страны едет в город, в регион, и его туда не пускают, угрожая открыть огонь. В конечном итоге, в общем-то, очень долго шли вот эти перипетии. И 16 марта президент, уже когда Аслан был там, приехал в Батуми, но не стал встречаться с Асланом, но его встречала восторженная толпа сторонников. А впереди были парламентские выборы. Ведь выборы 2003 года были объявлены несостоявшимися. Из-за того, что действительно власть там такое творила, что ой-ой-ой. Понимаете, в чем дело? Получилась очень интересная ситуация. Парламентские выборы 2004 года стали очень важной вехой в революции. Они были драйвером революции русской чай. Мы знали прекрасно, что неизбежно многочисленные нарушения в ходе голосования, подтасовки. И мы дали просто активистам строгое задание того, чтобы нашим наблюдателям, чтобы по каждому нарушению писалась обязательно жалоба. Параллельно в гости к Аслану Абашидзе прибыл премьер-министр Грузии Зураб Жвания, который просидел в кабинете главы Аджарии до глубокой ночи. Таким образом, Аслан был решен возможности оперативно управлять ходом выборов. Итоги оказались убийственными для Аслана. И я вот про то, ребят, что выборами всегда можно сменить власть. Смотрите, в Батумии, в Хелва-Чаури, Хелва-Чаури это район, примыкающий к Батумии, единое национальное движение одержало победу. Ну, в условиях этих датур и Аслана одержали победу. Понятно, прекрасно я понимаю, что центральная власть и Грузии тогда были... Это уже была правящая, другая правящая партия, но... А в других районах из-за многочисленных нарушений ЦИК Грузии выборы были аннулированы. Но нарушения были, реальные были нарушения, ребят. И чем активнее вообще дальше вели себя сторонники президента, тем больше ошибок совершали власти автономии. Репрессии уже не помогали абсолютно. Так как всем было ясно, конец режима близок. Против Аслана были использованы все мыслимые и немыслимые пиар-технологии. Но, если кому-нибудь интересно, я могу отдельно на эту тему очень много разговаривать. Конфликты вспыхивали постоянно, и не проходило и дня, чтобы координаторы нашей Аджарии... А, напоминаю, они были на каждой улице Батуми, в каждом селе Аджарии. Не сообщали о многочисленных столкновениях, напряженности. Ну и, конечно же, журналисты, ребята, с которыми я тоже был на связи. И вот тут я должен сказать, они разные. По-разному сложилась судьба, по-разному сложились наши отношения. Но сегодня, вот когда я вспоминаю все это, я не могу упомянуть, не упомянуть их фамилии. Это, конечно, были девочки из газеты Батумелеби, где могло бы ли это, Эртурадзе. Это, конечно же, был корреспондент Руставы-2 в Батуми, тогда на станции Схладзе. Это был Вахтанко Махидзе, журналист-расследователь. Это был человек, которого, в общем-то, мало кто знает, Кот и Сталинский. Но человек, который, в общем-то, очень много, очень многое сделал для того, чтобы организовать вот этот обмен и так далее. Он вообще-то не журналист, он айтишник. Практически к маю месяцу вся Эртурадзе для смены власти в Грузии была готова. Но тут уже отдельно нужно сказать еще о переходах из стана Афтана Абашидзе сюда, в стан президента. Зимой 2004 года это были единичные слушания, а в апреле бегство от хозяина приняло, ну, такой, знаете, массовый характер, массовое было бегство. Ну, громкие очень имена были. Например, бывший мэр Батуми Аслан Смирма, он вообще чуть ли не в багажнике, как он говорит, выехал из Аджарии. Был такой Алик Давитадзе, уже бывший функционер, говорят, говорят, я не знаю, говорят, что связано с криминальным миром, он тоже выехал, оставил Аслана. Ну, один из активистов молодежного движения, молодежного крыла Союза Возрождения, Ливан Каджирова. Кстати, где он, очень интересно было бы. Потом стали бежать военные. На протяжении многих лет 25-я бригада, у меня сейчас, вот я сейчас, у меня буквально торпуло, 25-я бригада грузинской армии. Почему 25-я? Неужели у нас было тогда 25 бригад? Конечно, нет. Так вот, 25-я бригада грузинской армии была фактически личным войском основной Абашидзе. В апреле кадровый состав бригады таял как на глазах, а в поте ушел и кадр береговой охраны. Сбежал просто. Вместе с тем, уже внутри объединенной оппозиции вовсю шла борьба за власть. По накалу страсти, кстати, она тоже не уступала в борьбе с Асланом Абашидзе. То, что Аслан уйдет скоро, было ясно всем. А вот кто возглавит после ухода Аслана, не было ясно никому, кроме Миши. Естественно, думали, что основная борьба развернулась между Кобай Хавази и Эдвардом Сурманидзе. Но в апреле 2004 года мало кто обратил внимание на сообщения о задержании киллеров, присланных Асланом Абашидзе, для ликвидации лидеров оппозиции. Вот тот, кто обратил внимание, тот... А я обратил внимание. И я тогда сказал, ребята, вот. Угадать имя будущего главы Айджария было совсем несложно после этого сообщения. Смотрите. Сообщение было следующее, что целью киллеров были лидеры объединенной оппозиции Коба Хавази и Эдвард Сурманидзе. Ясно. С Кобой Эдвардом все ясно. А также генеральный директор грузинской железной дороги Леван Варшавовымеце. При чем тут грузинская дорога железная? Вроде бы как абсолютно ни при чем. Но личному другу президента еще по университетской скамее, кстати, хорошему менеджеру, он оказался очень хорошим менеджером, вот. Нужна была, нужен был какой-то линк, какая-то политическая реклама связи с Айджарией. И она была сделана. В общем, в мае 2004 года в Айджарии революция созрела. И было достаточно одной искры, чтобы вспыхнуть пожар. Такой искрой стало нежелание. Ната Имнадзе, это дочери Натара Имнадзе, убитого заместителя председателя Верховного Совета Айджарии. Это тоже отдельная история, про которую можно говорить, это отдельно нужно рассказывать. Так вот, дочь этого убитого бывшего заместителя председателя Верховного Совета Айджарии, она отказалась не проводить митинг в годовщину гибеляться. Проводили митинг не в центре, а возле здания суда. В принципе, митинг был небольшой. Проводился он не в центре города. Можно было закрыть на него глаза. Но уже к тому времени для Аслана и для его окружения тема митинга была очень болезненная. И они расправились не просто жестко, а жестоко. Были избиты, участники митинга, и все были повязаны. На следующий день просто-напросто все вышли на улицу. Вышли на улицу. Студенты, учителя и так далее. Вот, уверяю вас, это была самодеятельность чистой воды. Никаких планов, что именно вот в этот день будет революция, не было. Более того, не было готово. Инфраструктура, вот есть же фактическая готовность и оперативная готовность. Оперативно не были готовы к этому. Думали, что будет попозже. Честно говоря, где-то была ориентация на 28 мая. Но вот началось. Дальше они перешли к открытым репрессиям. Дальше. Мост через Чулоке был взорван спецназом Аслана Абашидзе. Причем этот спецназ был подготовлен российским генералом Неткачевым. В Двилиси даже появились, честно говоря, подозрения, что, может быть, на таймнадзе действует заодно с Асланом Абашидзе, потому что ситуация начала выходить из-под контроля. В Батуми начали собираться митинги в знак протеста. Их разгоняли, они опять собирались. Ну, так или иначе, к середине дня, 4 мая, власти поняли, что медлить больше нельзя. Можно ли собрать многотысячный митинг за 2,5 часа? Оказывается, можно. Можно, если технология отработана до мелочей, а все население заряжено на барин. Это был именно тот случай, когда весь акте в нашей Айчаре обзванивал всех координаторов на местах. И, честно говоря, когда мне сказали, что выходим в финал и нужно собрать митинг, я сказал, ребята, это невозможно, но это же нет нужно. Вы знаете, вот когда мы начали обзванивать координаторов, у людей было не удивление, еще что-то, был восторг. Просто ждали, заряжены были на эту борьбу. И в Батуми собрался митинг, ну, порядка 5-6 тысяч, 5-6 тысяч для города с населением 103 тысяч человек на тот момент. Это очень много, уверяю вас. Кроме всего прочего, начали ехать из Комбулетии, ну, из района в Айчаре и начали ехать в Батуми. Съезжаться опять-таки, кого сумели собрать, там, маршрутки и так далее. Еще раз говорю, финансирования не было, бардак был страшный. Я сам сел в маршрутку с журналистами и поехал, значит, нас обгоняли эти правительственные машины, туда-сюда шныряли. То есть я не понимал вообще, что происходит, потому что мы когда подошли к Чулоке, а там взорванный мост. И речка. Речка маленькая, но... Потом приехал дурак Жване. Потом на той стороне оказался Джамал Гугит. Начали стрелять, начали стрелять в воздух. Могли бы стрелять и по нам, но не стали стрелять. Кстати, я верил в то, что не будут стрелять, потому что все-таки все свои... И с той стороны, и с другой стороны были батумцы, были аджарцы, были те, кто выходцы из региона, поэтому было невозможно. Правда, в высокогорной Айчаре два автобуса были обстреляны на пути в Батуми. Некоторые вообще пешком добирались до Батуми. В тот день, еще раз говорю, героями стали все. Героями стали те, которые... Все жители Батуми, которые не побоялись выйти в... На улицу. Да, их пугали спецназом. Спецназ там по щитам бил еще что-то, еще что-то. Ну, в общем, это было достаточно... Я, когда все-таки... А, мы после переговоров, мы перешли просто пешком. Стояли весь день там на мосту взорванном, а потом пешком вброд перешли реку. Это было очень интересно, так сказать, муравьи... Как муравьи люди шли. Потом кто-то там нанял маршрутку, кто-то... Меня какая-то машина подобрала. Я потом... У меня настолько ноги распухли, что я где-то под сосной сел и сказал, а я дальше никуда не пойду, пока за мной не приедет что-нибудь. Ну, подобрала меня машина, забрала до... ...города. Дальше лучше. Я позвонил домой, сказал, что я не приду, пока не будет революция сделана. Ну что, мама очень сильно удивилась. Когда будет революция? Я говорю, сейчас. Уже поздно ночью, где-то часов в пять, по-моему, было утра, когда Арслан Абашидзе вышел в компании Игоря Иванова, а тогда он был министром иностранных дел уже. Представителем самобеса он был до этого. Так вот, во время первой революции он вышел, и несколько техтор-охранителей рядом с ним. Понимаете, в чем дело? Вот это было очень интересное кадр, я потом посмотрел на них. Смотрите, рядом с Асланом Абашидзе, который правил 13 лет Аджарии, которым, в общем-то, восхищались, рубили и так далее. Рядом с ним было несколько техтор-охранителей, человек пять его сторонников, остальные все разбежались. Разбежался и спецназ. Журналисты обступили смертельно уставшего, видно было уже, Аслана, и он сказал следующую вещь, тем, которые остались. Остались, я же говорю, человек пять-шесть, что сюда идет огромная военная сила, я не хочу кровопролития, и почему-то сказал на русском, идите на дому. А через некоторое время мы узнали, а, кстати, ну тогда же не было вот этих смартфонов, и нельзя было смотреть все в интернете, нам просто об этом рассказывали уже по телефону, когда показали это по телевизору, рассказывали, что Аслан уезжает. Как только было сообщение, что Аслан сел в самолет и улетел, спецназовцы, их, не помню, я говорил сегодня или нет, три тысячи человек было, на 103 тысячи город, три тысячи человек, так вот, все спецназовцы побросали щиты и дубинки, до сих пор жалею, что тогда не спер дубинку, как сувенир. И убежали. Убежали. И вот представьте себе, часов шесть утра, что ли, может так, светает, шесть-семь часов. И я абсолютно смертельно уставший, смотрю на журналистку из «Уставы-2», которая вместе со мной приехала. И просто у нас даже нет сил друг другу что-то сказать. И тут она говорит, поздравляю, спасибо. Так что, вот в ту ночь в Батуме были счастливы все, почти все. Ребята, я просто к тому, что когда мы говорим, что смените власть, сделайте революцию, те, кто говорят, сделайте революцию, эти революции никогда в жизни не делали. И не знают, как они делаются. Так не бывает. Но есть один очень важный момент. Вы знаете, если народ уже заряжен на перемены, его уже остановить нельзя. Проблема политиков в том, что они должны зарядить народ на перемены. Но если ты зарядил народ на перемены, совсем не обязательно делать революцию. Когда подавляющее большинство народа в стране, где есть выборы, приходят на выборы, то власть меняется. На этом все на сегодня. Еще раз с Георгопой. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго и слава Украине! Субтитры Субтитры и слава Украине! Субтитры